До первой игры нового сезона у Динамо в Барнаул считанные тренировки. Мяч ведут надежно, но напряжение чувствуется. Во-первых, приходится постоянно отбиваться от комаров. Во-вторых, на кону слишком многое. У полузащитника Михаила Осипова вообще двойная нагрузка. Он летом женился. Да у меня в прошлом сезоне была мотивация работать на свадьбу. Но сейчас как, грубо говоря, семью содержать, надо каждую игру выигрывать и все. Работать в барнаульской команде придется интенсивно и слаженно. Новый сезон и новый вызов. Вернее, реформа. Российский футбольный союз изменил структуру лиг. Ту, в которой сейчас Динамо-Барнаул разделили на дивизионы А и Б. Алтайские футболисты в Б. Он, в свою очередь, делится на четыре группы. Победа в ней подарит шанс Динамо перейти на ранг выше в дивизион А. Каждый матч крайне важен. И еще одно изменение, приятное для болельщиков. Сезон начнется в июле, а не осенью, как это было до этого. Этот сезон мы играем как укороченный. На следующий год мы на полноценное переносе переходим. Странно, когда стадион стоит пол-лета пустой, а потом в ноябре... Вы же понимаете, тогда если переводить, нужно переводить всю вертикаль. Все равно такого не должно быть, это эксперименты над нами ставят. Но мы находимся в тех условиях, которые нам предложили. В нашей группе девять конкурентов. Шесть команд знакомы. С тремя встретимся впервые. Это Тольяттинский Акрон-2, Казанский Рубин-2 и Уралис из Нижнего Тагила. Тренинский штаб уверен, прогулкой это не будет. Но и изобретать новые тактики не намерены. Мы будем исходить именно из того, что у нас есть наличие именно по людям. Что люди эти умеют. И нам нужно именно как раз, чтобы все самые лучшие свои качества они проявляли именно в календарных матчах первенства. Опыт Корюкина, Галеодорская, Чучьё Завьялова, Хладнокровия Бакая, Ставка на сильные стороны игроков. Спортивные журналисты уверены, это будет один из ключевых сезонов для «Динамо Барнаул». В виде всех новых реформ и перестановок в лиге, я думаю, что это сыграть «Динамовцам» на руку. С их боевым характером они смогут здесь зацепиться. Если мы не выигрываем и остаемся на этом уровне, то мы уже даже фактически являемся не во втором дивизионе. Если вот это по рангу посчитать, это уже, наверное, будет какой-то там третий, четвертый, пятый эшелон российского футбола. Это как бы уже совсем не очень хорошо. Сейчас, конечно, на старте делать какой-то однозначно очевидный прогноз сложно, учитывая, что вот же опять был товарищеский матч, уступили в Новосибирск, у дома 0-3, это была закрытая история. Тем не менее, тем не менее, я все-таки жду, что «Динамовцы» поборются как минимум. Я думаю, что их болельщики очень хотят того, чтобы команда ушла в группу А. и как минимум бороться за, не знаю, там, это первое место. Я думаю, что они в состоянии. Борьба начнется 16 июля в матче с «Уральцем» из Нижнего Тагила. В этот день алтайские футболисты будут надеяться на вашу поддержку на Барнаульском стадионе. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.